так всем привет сегодня мы изучим такой район такой ребята как мунки не они вообще говорил что один что это наверное один из почти центральных района потому что со старыми домиками но довольно таки далеко от центра хельсики находится и сегодня мы расскажем что это за райончик советовать тут жить ну или ну и просто тут прогуляемся так что будет очень и очень интересно ну а мы ребята поехали приехал с этой остановки там уже даже автобусы там уже даже автобусы это ну и давайте просто прогуляемся как обычно и про блин почему красный цвет так нажал вот такие вот домики старинные ну все как уже в центре хельсинки тут тоже не так удивлен что в этом районе есть от ребята трамвай ну конечно же ребята когда такие вот старинные домики ближе к хельсинки то значит там наверное с 90 процентов и шансами что тут есть трамвай и я говорил что я буду желтым текст добавлять но там только один рома ездит это 4 трамвай это неплохо и может даже и хорошо нарядил дед мороз кстати ребята наверно мой последний район в этом году потому что все потому что дальше уже будет 2024 год и ну в общем да прогуляемся по таким вот домикам можно заметить такие вот желтые такие вот красные домики честно говоря они немного допоминают эйру но только немножечко в худшем стиле я конечно не хочу обзывать просто в эре там очень красивые домики да и плюс эйра больше такой вот исторический район чем жилой а вон к ней мы больше жилой район чем исторический эти такие вот красные домики такие вот кирпичные и потом с другой стороны можно заметить через ветку вот так будет лучше через ветку можно заметить такие вот более современные более несовременные короче я не знаю почему и над именно так построили ну в общем вот так вот вот есть у них довольно таки старые здесь к сожалению нету новых домиков тоже довольно таки старый район честно говоря но также в этом районе есть ребята море я уже реально давно не делал ролики с районами которого есть море это не кейла ними делал ролик там где есть море но кейла ними больше офисный район чем жилой а вот селтомяки и там место там есть конечно речка там и канал селтомяки там у них нету моря как бы логично но тут есть и это прикольно на самом деле можно заметить такие вот можно заметить такие вот балкончики чисто нифига себе большие балконы смотрите таких размеров я бы хотел в таких и вот тут начинаются такие вот более частные домики что это довольно таки прикольно прикольно ничего не скажешь соединенные балконы блин одна дверь это чисто вход в другой портал но можно заметить такие вот четырехэтажные ну да по сравнению с колоссатам и уасари или повара то пела это просто вообще прям 10 раз меньше как по мне 10 раз поняли где-то 7 раз меньше можно заметить такой вот офигенно прикольный стадион не на самом деле реально прикольный и я бы если честно летом бы наверное когда бы наступило бы лето наверное я бы взял тот баскетбольный мяч и бы тут поиграл баскетбол то не знает я когда-то ходил на курток баскетбол но из-за войны блин как но из войны каким-то чудо утратилось и так что я когда учился в прошлой школе то я любил довольно таки играть в баскетбол и даже моя докладчики тоже любили играть ну короче так мы идем к морю и да ребята кто не знает я почему-то постоянно забываю 05 их ставить так что ребята я пока что буду снимать в обычном вексе когда уже будет новый год я опять верну 05 x но сейчас пока буду так снимать потому что как бы и сейчас неплохо я снимаю машина приехала такие вот подъезд очки рассказывать школьник который не мать ну я постараюсь в следующем году как-то лучше снимать я и так неплохо снимаю вот сколько уже снял это жесть сегодня кстати был в двух музеях я все хотел сначала район снять а потом муси но потом понял что музей дальше находится чем от района и решил что сначала район а потом музей еще кстати хотел пойти вот это вот alvar alto музей но я посмотрел там музейная карточка не действуется я я не знаю или мне пришлось какой-то другой музей выбрать и слава богу что я выбрал эти музеи которые реально очень хорошие есть вот такой вот парк посмотрите на вот такое вот дерево это прикольно на самом деле а вот там я так понимаю alvar alto studio на самом деле нет и и да ну alvaro столкни бы пацанеру бреду дороги находиться круче вот так вот 34 автобус такого микроавтобус короче маршрутка и вас ари вас ари то я на что ехал на таком вот вроде бы восемьсот восемнадцатом автобусе с вас ари до как там его довольно ноги на бронус мальмаги сел до малипура я тогда вроде бы ехал на какую-то тренировку по скалолазованию то не сайте когда-то один на скалолазы не очень люблю скалолазывать ну и пейли ну я надеюсь вы поняли домики что-то из киркономии раньше жил в киркономии в романсные домики это можно заметить там дальше море идет посмотрим море и посмотрим еще одно место заканчивать ролик да я больше не буду растягивать ролик на 20-30 минут хотя как показано наверное с прошлыми роликами и так и не изменился но я стараюсь как-то лучше да можете заметить 4 трамвай который едет до катая нога те кто смотрели катая нога поймут что я тоже говорил что там тоже если четвертый трамвай посмотрите на эти домики при но прикольно его там дальше идет море вот еще чуть ближе подойдем к морю и посмотрим что там такого прикольного есть тоже вот такой вот море офигенно крутое классное все все зашибись а я хожу вас и трамвайного кольца да так что конечность остановка так что не удивляйтесь почему там только одни вот трамвайные линии просто так получилось что это конечная остановка ну да короче и посмотрите на эту красоту вау очень круто на самом деле и мне прям нравится кстати ребята тех кто смотрели лому с первую часть а я когда-то раз показывал такую вот картинку с так вот эта башня находится в эспо и я очень хотел сказать в каком-то еще одном ролике вроде бы когда я делал кейланьеми кстати вот это кейланьеми те кто не смотрели ролик вот такой вот офигенно классный я был кстати рассказать что в кейланьеми оказывается есть еще один популярный довольно такие продукция компания а именно microsoft блин я вообще не знал что и microsoft я знал что энгри бёрдс компания находится в финляндии но я не знал что microsoft тоже финляндии офигеть конечно меня не скажи пожалуйста сколько ты будешь создавать компании финляндии может где-то в швеции ну да короче тем вот компания геометридаш создана кстати швеция в каком-то домике которая почему-то не популярны и находится далеко не в центре швеции не в центре стокольма короче ну да короче я да эту красоту нам почему-то как-то светит короче вид на с очень прикольный и очень крутой и вот там кстати можно даже заметить такую вот башню это если чё из пары сколько буду говорить уже кипец только поставили 0 5x вот такая вот красота ну а насчетом уже дали долго про море давайте покажем один парк и да кстати есть вот такой вот парашют я был вроде бы в этом музее так вот я там видел как там парашютисты да короче здесь еще на звуки я просто 5 перчатку держу просто не холод короче мы встречаем мы встречаем вот такой вот домичек и написано чили мяки где-то слышал такого лучше улицу ну короче мы сейчас так там прогуляемся я хочу показать еще одно прикольное место и так короче вот уже это кстати церковь причем церковь как-то соединено с домиками то есть прикиньте если вы живете в этом белом домике вы выходите они тут заборчик вы выходите вот так прогуляетесь и сразу церковь нефигасей конечно я живу довольно таки далеко от церкви это просто жесть когда я жил киркануми я чуть ближе жил к церкви но все же это жесть собственно говоря круче встречать у нас такие вот окошки напоминает какой-то зал спортивный честно но я так понимаю это тоже церковь да это церковь свечки там люстры которые обычно церковь есть короче вот так вот пока я кстати немного про музеи пока мы там прогуляемся короче как вы знаете я довольно таки много путешествую по музеям уже стал и вот и вот наверно больше всего музея было наверно в отеле потому что ребята внимание я видел то это гали музей ломус музей хакасалмен вилла она так называется пока салами вилла есть национальный музей а да это коди кирпеля и еще один музей а какой не скажу вам так и дайте сами ну да короче вот сейчас круче гуляем по вот таком вот парк такой вот парк парк еще раз парке также тоже можете заметить школы детский сад я честно пока что не особо разбираюсь но такой вот офигенный прикольный парк когда будет лето я прогуляюсь но что хочу сказать ребята вот какой парк очень прикольный очень современный ну и можно тут принципа на удивление заканчивать ролик потому что я не хочу растягивать ролик на 30 минут ну собственно говоря такая вот карта очень прикольная вот как ну а теперь ребята плюсы и минусы ну что же плюсы здесь есть трамвай это принципе очень круто да здесь есть трамваи здесь есть скоростные автобусы я так понимаю и так же ребята есть море ну вообще вот так вот дальше ребята второй плюс здесь довольно таки прикольные дома даже старые принципе неплохие ну и так же я увидел кстати еще какой-то новый дом такой вот здесь офигенный прикольный парк вот вы уже видите кстати сейчас ну и вот так вот ну и четвертый плюс наверное наверное она довольно таки почти центральный район немножечко проехаться на автобусе и выше в центре хельсинки что это прикольно но теперь ребята минусы первый минус здесь не особо много достопримечательностей серьезно там есть конечно море рестораны там всякие но честно сказать не особо ну и наверное трой минус второй минус какой здесь все-таки же какие-то старые домики так конечно некоторые красивые честно говорю но некоторые прям не особо красивые они считаются и вот старыми так что вот так вот ну а на это ребята все ребята и по поводу максим и автобусом дополнить желтый текст короче вот так ладно всем пока кстати бонус еще по поводу синего текста на районе пока что я не собираюсь добавлять синий текст потому что я буду синий текст и добавлять во всех музеях которые вообще есть с исключением только если там написано английском а мне нужно на русском и только на русском добавляю но если там все но если но если там нужно музеи я обычно добавляю английским и русским текстом в районе пока что не буду добавлять может быть с нового года буду начинать плата всем пока ребят был ребята рассказать что здесь ребята в мунки неми есть озеро да ребята и вот такой вот домик просто почему-то на карте не особо видно но собственно говоря вот это озеро вроде чуть ближе подойдем если чё у меня трамвай таки много ждать так что давайте все таки себя покажем вот такой вот дом это офис ну и вот ребята озеро ну ладно короче вот такой вот когда лето я еще раз туда приеду ладно теперь ребята точно всем пакетом